Вот случай из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Однажды он увидел человека, лежащего на земле. Звали его Яшбин Тихофа. Тот лежал на животе. Пророк подошел и легонько толкнул его ногой. Когда тот проснулся и посмотрел на пророка, алейхи саляту асалям, он сказал ему, Аллах ненавидит, когда лежат вот так. Так, люди обычно любят спать на животе, но я знаю, что в исламе существует этикет сна. Помню, как-то в Панаме я вел курсы по исламскому этикету, и там я говорил об этом. После чего люди спрашивали меня, почему? Почему не приветствует спать на животе? И на тот момент у меня не было ответа. И я им сказал так, пророк Мухаммад, саляту алейхи саляту асалям, сказал, Аллах ненавидит это, не любит это, поэтому вам лучше этого не делать. Оттуда я полетел в Гаяну, чтобы и там тоже провести курсы. И пока я был в самолете, я читал журнал «Тайм». Тот выпуск был посвящен последним достижениям в спинномозговой хирургии. Там были показаны современные разработки медицинской техники и как она помогает решить проблему зажима позвоночных дисков и их разрушения. Были показаны различные операции, а также изображения спины разных людей в разрезе. В самом конце был приведен список с рекомендациями докторов для предупреждения проблем с позвоночником. И первым пунктом там было «Не спите на животе». Номер один. Далее следовало объяснение. Они подробно обосновали это. Позвоночник тяжелый, состоит из костей. Самая тяжелая костная структура во всем теле. Когда вы спите на животе, все, что напротив позвоночника, это относительно мягкие ткани и органы. Ваш кишечник, желудок, ваши легкие. И все они мягкие. И вот что происходит. Позвоночник провисает, что способствует сильному искривлению его поясничного отдела. Мы повсюду можем видеть пожилых людей с согнутыми спинами. Вот причина. Да, они указали на это. Более того, маша Аллах, это было нечто. Потом, кажется, в 1981-м я вновь столкнулся с этим. И хвала Аллаху, тогда я стал упоминать этот момент в своих лекциях. И люди могли видеть, что в этом есть польза. Что-то трудновообразимое, 1400 лет назад, мусульмане, после слов пророка, алейхи саляту вассалям, не делайте этого, потому что это ненавистно Аллаху, они прекратили это делать. Хотя они любили спать на животе, так же, как и мы. И все эти 1400 лет они получали пользу. А те люди, которые не делали этого, так или иначе, вредили себе. Поэтому я сказал, маша Аллах, вот как нам следует относиться к тому, что запретил и не любит Аллах. Лучше этого не делать. Держись подальше. Потому что в этом вред. Даже если мы не видим, в чем именно вред. В 1989-м я прочитал статью, напечатанную в английской газете, в которой говорилось, что ученые, ученые-медики, изучали определенные заболевания, которым были подвержены маленькие дети в возрасте от 1 до 3 лет. Ложась спать в своей кроватке, они умирали во сне. Ученые назвали это колыбельной смертью или синдром внезапной детской смерти. Есть разные названия. И они не знали, что является причиной этого. Ученые в области медицины провели некоторые статистические исследования. Они опросили людей, чьи дети умерли, и собрали информацию о домашних условиях, в какой кроватке они спали, о температуре в комнате, всевозможную информацию, все, что они только могли придумать, что было связано с обстоятельствами, в которых дети засыпали, и которые могли бы стать основным опасным фактором. Затем они загрузили всю эту информацию в компьютер и сравнили результаты. И что же вышло? Детей укладывали спать на живот. И они сделали громкое объявление по всей Англии. Новость была на первых страницах. Доктора предупреждают родителей, не укладывайте детей спать на живот. Так или иначе, смысл в том, что в 1996 году, спустя 7 лет после того, как исследователи сделали эту информацию стандартом для семей с новорожденными, информацией для больниц, где настоятельно советовали не укладывать детей на живот, После того, как в стране была проведена масштабная кампания по распространению этой информации, через 7 лет количество таких смертей снизилось коренным образом, примерно на 68%. Итак, аль-хамду-ли-ля, это еще одно свидетельство. Тысячу, 400 лет назад, когда абсолютно никто не знал, какой вред в этом был, как пророк, алейхиссаляту вассалям, узнал, что Бог ненавидит это? Вы думаете, он просто посмотрел на человека и сказал, я думаю, Бог ненавидит это? Нет. Очевидно, ангел Джабраил, алейхиссалям, пришел и сказал это. Когда он увидел, что некий человек лежал на животе, он сказал пророку, что Бог, Аллах, ненавидит, когда лежат на животе. И посланник передал то откровение, которое пришло к нему. Субтитры создавал DimaTorzok